привет шка доводы вот и 2020 год вак в россию автомат везет ликует народ теперь я куплю себе вак кричит довольный дурак а что автомат делает с вак добавляет секунду к разгону и литры к расходу он же надежно возражает дурак заглянем в европу а там везде dsg и в азии у нас dsg и даже в израиле у нас dsg а как мы знаем евреи не дадут себя обмануть и что остается печалится только или дружно всем взять и вак написать чтоб не трогали наши dsg вашу мать поясняю поясняю по всему сказанному у вага автомат имеется только в америке и в россии почему в америке ну потому что там они обленились объелись бигфута любят все японское и боятся всего современного как говорят задорнов вот они дебилы кто будет возражать что автомат сайт на более мощных машинах во первых на более мощных европейских машин стоит zf они из и за те кто будет умничать много на ваге не буду стать тот же эйсон такой же как на и toyota там будет стать эйсон но перепрограммированный инженерами вага под наш ваг там будет даже масло от вага будет стоять а масло от вага стоит очень дорого и я вам не советую лить туда как бы какое масло ваг все переделать под себя меняет фильтра меняет масло менять настройки коробки японские коробки они сделаны такие разваленную спокойную езду естественно они будут жрать больше топлива и будут иметь меньшую динамику ну что же дальше по европе германии в чехословакии у нас везде dsg в китае у нас тоже везде одно dsg ты перспективный рынок для вага очень важный неужели вы думаете они бы рисковали визит плохое dsg они очень крутой надежный автомат в израиле только dsg а евреи себя не будут обмануть это мы точно знаем так что ребята все не так хорошо как кажется нас просто опять кидают на перспективные современные технологии все с мощные спортивные машины все на роботах ладно идем дальше про дураков и дороги наш любимый kodiaq rf 2 литра тиаса и мотор csp а 180 сил допуск 502 и все побежали лить что угодно не только но только не то что нужно тему нифига не изучили а умничайте моторы 2 литра тиаса и все которые сделаны под цикл миллера что и включаете данный мотор они все ребята сделаны под масло 0 вы 20 допуске 508 в акту дольет свое оригинальное масло ваг long life 4 0 вы 20 допуск 508 это и прописано в ваших руководствах по эксплуатации но вы все говорите у нас есть наклеечка под капотом 502 допуск да есть но вы же толком ничего не изучили все моторы цикла миллера сделаны под масло 0 вы 20 масла имеющие не как вы пишете вода низко вязкие высокотекущие масла яркий пример такой темы это полторашечка тиаса и отвага с плазменным напылением на стенках цилиндра сделано мельчайшие поры плазменные и только в них может задерживаться качественно масло 0 в 20 допуском 508 под это масло все это сделано энергосберегающие низковязкие масла не только под экологию да там экология но и сама технология двигателя такая что нужно принять такое масло вы понимаете вот когда например сердечники пьют средства для разжижения крови для чего как бы так кровь сердце качает но сердечко-то тяжело в двигателях цикла миллер применяется низковязкие масла даже под эту тему сделан у них новый насос масляный так как масло низко вязки текучий то и подачу насоса больше чтобы он быстрее мог создавать текучей жидкостью нужное давление а вы туда качать что угодно 508 502 допуск до лети все что хотите но для россии специально ваг сделал специальное масло ваг специал c 0 в 30 допуском 502 низко вязкое масло вы про это знали нет только это масло можно лить в эти двигателя с допуском 502 а никакое иное все другие 502 допуск это все допуски для моторов 1 и 4 и других старых моторов вы играете у нас топливе много серы но высок я смотрел у нас там 43 единицы это разве много сколько за границей у нас нормальное топливо и можно ли спокойно 508 допуск или покупать дорогое ваговское масло специально сделано для россии все сделано специально а вы читаете всякие страна формы верите кому угодно тем более когда за границу уже давно нету цсп а там давно дкз а двигатель но и он же ушел на покой потому что уже больше года на skoda в европе ставится двигатель дкз последней модернизации именно это двигатель будет стоять на полноприводной октаве a8 и возможно придут его к нам и они тем более все сделаны под 508 допуск под специальные масла отвага они для того что там у вас там пишут в ваших масляных форумах так что это правильно грамотно спортировать автомобиль и ваш машина будет ответить он тем же применяю неправильные масла вы просто убиваете ресурс двигателя и не раскрывать все его возможности для тех людей которые га что нужно чипануть двигаешь вы раскрыть его возможности я скажу что вы ездите на допинге вы раскрыть возможности своего мотора вам нужно правильно эксплуатировать например как я это делаю я на своей машине я вам докажу что столько машины еще много чего может показать, если правильно ее эксплуатировать и заливать туда правильные жидкости. Для тех, кто говорит, что вот мы льем старые допуски, 500 старые машины ездят. Да, ездят. Но у вас нет той экономии, которая заложена на заводе. У вас нет тех показателей и не будет, потому что у вас более густое масло, которое вообще двигатель работает с трудом. А то, что двигатели работают, показывает только лишь то, что двигатели очень надежные, имеют большой ресурс. И на чипе они гоняют подложительное расстояние, но от физики не уйти. Большая нагрузка, меньший срок службы агрегатов. Правильно эксплуатируйте автомобиль, заливайте правильные масла. Про это я все уже говорил. Повторяюсь еще раз. Всех с Новым Годом! Всех благ вам, здоровья, правильных мыслей в голове. Подписывайтесь на наш канал и участвуйте в нашем проекте Наша Шкода А8. Всех благ. До свидания.